фух еще немножко я думаю вот запомните хороших фотографов тысячи тысяч хороших фотографов тысячи тысяч кто умеет снимать технично кто там старается тоже куда-то какие-то туры ездят и вообще меня с турами это вообще история удивляет люди едут за там тысячи километров перелеты платят огромные бабки за это чтобы попасть в место в которой приезжают такие же тысячи тысяч и они примерно также снимают и потом на всех фотосайтах выкладывают ну практически клоны но может быть немножко различается там что-то это ничего не значит там не видно идеи за всем этим нет идеи нет никакого повествования если я вижу одну и ту же картину в 30 наверно уже исполнение ну и что ну и что там такого ценного я ее уже сто раз видел но немножко облака другое свет другую и что вот и ничего этого нет кстати не ну а поехали хватит проект говорить это мы очень затянем вот иногда спрашивает а чё такого то почему плохая фотография для вас вот эта фотография плохая бабушка дедушка там меня всех валят друзья родственники вы знаете мне все в лайк посмотрите у вас только лайков нет юрий у вас нет только лайков как у меня в соцсети мне десять тысяч подписчиков а у вас только тысяча вот и так далее мне я реально говорю мне прям этим тыкали мне указывали да у меня типа лайков там тысячи а у тебя 25 лайков на картине картины страшные ты чё в цвете не умеешь фотографировать есть и такие конечно да есть вот ну считают что одноклассники похвалили соседи и все хорошо картина удалась разве может мне говорят разве может столько людей ошибаться да может может и они не только могут они ошибаются они вот в этой суете никому нафиг вот это не нужно никто ничего не изучает и вот я хотел привести как раз цитаты о зрительском восприятии она восприятие картины зависит от зрительского опыта со зрительским опытом не рождаются с ним нельзя родиться его воспитывают то есть его нарабатывают этот опыт он вот отсюда и формируется вот в контексте художественного образования но из многих других вещей вот вы сейчас слушаете мастер-класс я уверен чего-нибудь да впитайте сто процентов чем-нибудь впитайте может не сейчас но потом обдумайте все будет полезно подготовленный зритель получает больше эстетическое удовлетворение больше впечатляется он глубже проникает в контекст вы понимаете вот что пишет светлана пожарская она была секретарем и есть по моему секретарем союза фотохудожников россии очень интересный фотограф замечательный мне очень важно вот ее мнение мы с ней общались хочу сделать даже отдельные отдельный материал по ней вот что пишет я делаю ролики интересных авторах и на ю тубе иногда выкладываю да и то есть некоторые видят только мои студенты а некоторые видят все для всех в общее пользование выкладываю и в общем-то а пожарская тоже хочу сделать ролик так вот она пишет чудо зрительного восприятия заключается в том что она способна видеть невидимое то есть говоря научным языком извлекать неоптическую действительность из оптических изображений формирующихся в глазу то что мы способны увидеть выходит далеко за пределы оптической способности наших глаз это абстрактное мышление а способность к нему есть важнейшие условия развития творческой личности ну вот и кто что видит здесь это явление лица и вазы с фруктами на берегу моря это сальвадор дали автор этой работы не все и не сразу понимают что изображено вот вроде бы чаша да с каким-то ободком оказывается нет тут губы однозначно даже подбородок глаза даже волосы тут могут померещиться вот в этих фруктах да и в то же время вот тут образ собаки вот собака такая бурая вот она наклонила морду и здесь из гор и моста формируется ошейник это же ухо глаз и вот морда собаки другой да то есть интересно но не все могут проникнуть в этот контекст визуальный неподготовленные зрители зачастую этого не видят а тут еще много деталей разных изображено дальше давайте еще сейчас еще чуть-чуть и отвечу на вопросы сделаем перерыв секундочку смотрите то что мы способны увидеть выходит далеко за пределы оптической способности наших глаз это абстрактное мышление способность к нему важнейшие условия развития творческой личности я еще раз повторяю вот то что пожарская сказала это очень важно вот картина дали исчезающие образы кто что видит но кто-то увидит только лицо да вот видно да нос глаз усы борода но тут все не так просто тут еще и образ женщины вот этой вот она наклонила голову она вернулась вот ее даже грудь видно рука пальцы такие она что-то держит в руках письмо по моему да и может быть женщина даже беременна мы такие детали начинаем ловить и в то же время это лицо какое-то то есть если подойти картине поближе взглянуть да то есть он сделал три от три важных отсылки здесь дали сделал то есть он сделал отсылку к веласкесу и к вермейру вот то есть ян вермейр как раз имеет картину девушка с письмом как раз образ веласкеса вот он изобразил самого веласкеса до которых он глубоко вожал а сама вот эта девушка это он часто изображал образ своей жены она кстати была русской вот ее звали гала он ее называл гала но ее реальное имя елена дьякова да вот поизучайте истории это вообще интересно насколько они любили он ее просто на руках носил скажем так и она была по моему на 10 лет старшего она кстати его сделала известным она занималась продажей всех его работ он творил он творил свободно вот это насколько это важно так и так еще раз давайте чье мнение важно не дедушки не бабушки сейчас я не дедушки не бабушки не одноклассников зачастую важно мнение не лайки значит не имеют они реального веса в сети я например ценю больше отзыва чем не эти лайки ну поставил кто-то ну я даже не знаю кто но даже знаю если кто чем не лайк ну нравится а если кому-то что-то не нравится я больше ценю мнение зрителей мне интересно мнение зрителей услышать но я не к любому прислушиваюсь знаете есть очень хорошие хорошая фотографическая мудрость но это не только у фотографов и у художников но обычно у фотографов на выставке тоже или вот в сети бывает сейчас пересечешься с кем-то там начинают начинается начинается такой раздрай обсуждают какую-то работу этот приходит какой-то там всем говорит это то это не так так надо так не надо ему говорят а вы кто да я тут туда-сюда ну говорят давайте сначала покажите ваши фотографии и мы посмотрим можно доверять вашему мнению или нет и потом смотришь его фотографии они ничего вообще не значит и то есть ты видишь через его фотографии что мнению этого человека не нужно вообще доверять не просто не нужно даже вредно вот и поэтому таких знатоков знаете в сети сколько они до сих пор не перевелись их в изобилии вот лучше доверяйте мастерам доверяйте подготовленным зрителям смотрите как человек фотографирует а потом думаете стоит ему доверять или нет да и вот это самое важное это примерно то же самое как мне говорят да как я узнаю какой ты преподаватель там и так далее какой я преподаватель но посмотри на успехи моих студентов например посмотри на фотографии которые они производят до их немного но они довольно так интересно снимают посмотри на мое творчество это же все как бы меня касается я в это вкладываю свою энергию и конечно ты можешь через это сделать выводы стоит меня слушать или нет вот так вот и важно самому развиваться зрительном восприятие в чувственном восприятии то есть не надо отбрасывать эмоцию это это очень важно вы видели к с какой эмоции я с каким удовлетворением смотрел снимки любу али с детьми у меня восторг я сам себя в детстве почувствовал вы я просто сам окунулся в это детство я захотел стать ребенком у меня у меня вот так все внутри я их не первый раз смотрю эти снимки вот он показатель хорошей фотографии она вас тронула она вас осталась вы ее вспоминаете от нее остается послевкусие вы ее потом обдумываете и соотносите может быть какими-то образами которые вы насмотрели начитали впитали и так далее вот и прежде чем выносить что-то новое обретайте опыт воспитывайте вкус будьте искренним увлеченным зрителям чужих образов если вы смотрите для галочки это не искренне это не полезно